Здравствуйте, жители и гости Ютуба! Нажимание это все-таки, видимо, болезнь, но болезнь, от которой не хочется лечиться. Сегодняшнее мое видео будет повествовать об одном всем вам прекрасно известном производителе, конкретно о его ноже и о том, как я все-таки пришел к выбору данного девайса. Начну с краткой предыстории, как обычно. На кармане последние 3-4 месяца со мной присутствует такой нож. Ношу я его на работе, в кармане джинс. Нож такой достаточно большой, увесистый, но для работы самое то. Оторвать ДВП от корпуса мебельного, разрезать какие-то ремни, стяжки, распороть коробки и по мелочам что-то там сделать, типа потачить карандаш, отрезать скотч там или еще какие-нибудь мелочи. Вот вид ножа на кармане, когда он присутствует у меня не на работе, вызывает у некоторых людей вопросы. Самое безобидное из них нафига? Вот у некоторых вызывает какие-то даже, я так думаю, подозрения. Поэтому с некоторого времени данный нож я ношу только на работе. Вот. То есть в обычных городских условиях на улице я его не ношу. Пусть даже данные клипсы позволяют достаточно глубоко прятать нож, но тем не менее знающие люди видят этот клипсу и понимают, что на кармане явно не авторучка. Вот. Зная мою любовь, точнее осознавая свою любовь, приверженность ножам эпохи СССР, не мог отказаться от одного замечательного ножичка и таскал его постоянно с собой в кармане. Причем таскал его не в кармане, не как этот нож, а в кармане джинс в большом. Вот. А таскал вот этот ножичек с собой. Постоянно в кармане джинс, так называемый пятый карман использовал. Это такой маленький кармашек. Вот. Кто-то там хранит зажигалку, кто-то еще какие-то предметы. Я в нем доскал все время этот ножичек. Данный ножичек, не знаю, в нем функционала осталось очень мало, поскольку по факту функционирует только одно лезвие. Очень классное, очень резучее. Вот. Но оно только одно. Большое лезвие под корень обломано. Плюс, ну, не знаю, не в походу же его собрать. В городе практически не нужно. Ну, использовал тверку. Маленечко ее допростят меня все любители советских ножей. Маленечко ее сточил. И сюда идеально подходит саморезы и винты к подбиту Philips 2 номер. Вот. Пиво я не пью. Открывалками нафиг не нужно. Лимонады сейчас продаются в пластмассовую бутылку с закрутками. Банки, ну, на улице вскрывать мне еще не приходилось. Вот. То есть, по факту, использовал я только вот этот маленький клиночек. Вот. Идеально открыть коробки какие-то там, что-то отрезать и прочее. Ну, больше, в принципе, ни для чего. Вот. Штопор, как бы, тоже нафиг не нужен мне. Так как алкоголь я не употребляю. Вот. Ну, и здесь шило. Да, шилом пользовался пару раз. Нужно было в ремне сделать доп. отверстие. Вот. Ножик вообще классный. Просто, блин, я не знаю, в руках приятно удержать. Все. Но функционал данного ножа несколько ограничен. Вот. На основании того, что данный нож с собой носить везде мне неприемлемо, данный ножичек имеет функционал ограниченный, хоть мне и очень нравится. Ну, а мультитул я таскаю в сумке, поскольку он достаточно большой. Вот. О мультитуле я, кстати, наверное, сниму отдельную серию видео. Так, в сторону всей предыстории. Думал, я думал, наконец-то придумал, что же мне такое купить, чтобы мне заменило многое. То есть, хотелось и нож купить, в то же время, чтобы это был мультитул, и в то же время, чтобы это было что-то очень приятное и небольшое, чтобы по габаритам входило в карман джинс. В маленький, скрытый. Ну и так, все уже, наверное, догадались по коробке. Это Викс или Викторинокс, или Викторинокс. Я не знаю, как правильно произносит. Суть не в этом. Значит, по габаритам. Викс я брал девяносто первой серии, то есть, длина девяносто миллиметр. Вот. Почему пришел к такому размеру? Вот этот нож девяносто один миллиметр. Данный нож тоже из такой же серии. Вот. Итак, не будем долго тянуть. Кота за одно место. Значит, нож называется Викторинокс Хайкер. Так, наведется. Вот, я думаю, будет видно. 1.4613 его код с красными накладками. Хайкер Ред. Значит, что у нас? Тут обычная стандартная коробка. Сейчас его распакуем со всех сторон. Дальше у нас идет инструкция Виксовская. Показывать я не буду. Тысяча обзоров на все это есть. Коробка инструкции в сторону. Итак, сам ножичек. Вот он. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. Так, иди сюда, Друган. Значит, смотрите. Данный нож, я уже говорил, имеет функционал для меня ограниченный. Вот. И он двухрядник. Я хотел что-то примерно в эти же габариты, но чтобы функционал был более широкий. Посмотрел я, посмотрел. И, как бы, мой выбор остановился между Тинкером и Кемпером. Это модели Викторинусов. Значит, в одном из них не было третьего ряда. Достаточно узенький ножик. В другом из них было все то же самое, что и в этом ноже. Но вместо отвертки вот этой вот, обалденной, было, был штопор. Штопор мне нафиг не нужен, поскольку, еще раз повторюсь, алкоголь я не употребляю. Вот. А носить для кого-то штопор мне, как бы, это не улыбается. Так вот, по габаритам длина примерно такая же. Точнее, примерно, прям миллиметр в миллиметр. Вот. Но по ширине я выбрал все-таки трехрядник. То есть, аналог Кемпера, только у Кемпера идет, ну, винтовой вот этот вот штопор. Дальше, что есть в этом ноже? Про габариты я уже объяснил, почему выбрал именно такие. Не 111 серию, не 130, не 84, а именно 91 серию. Потому что он идеально садится на карман джинс, на внутренний, на скрытый. Причем, даже можно таскать в основном кармане вот этот нож. Маленький, находится сверху. Друг другу никак не препятствуют, даже если в этих джинсах там сидеть, стоять тем более, или идти. Никак они не мешаются, я это уже проверил. Три дня таскаю, два ножика на кармане. Да, нажимание это сука-болезнь. Вот. Ладно, приступим к обзору. Обзор как-то кого-то не будет, красненько пробежимся по тому, что есть имеется. Значит, первое, самое основное. Это клинок. Вот он, викториновский клинок классической формы. Дальше. Маленький клинок. Вот он. Да, клинки из коробки. Пипец, какие острые. А все равно вот этот. Это просто, блин, скальпель. Так, сейчас, секунду, пошинкуем. Берем листочек. Это нож из коробки. В общем, для того, что я им уже три дня режу картонные коробки на рабочих. На складе. То есть, прям, я не знаю. Обалденно просто режет. Так, теперь проверим. Маленький. Так, совсем еще привык к нему. Вот так. Маленький это просто бомба, я не знаю. Это просто какой-то, я не знаю, скальпель. То есть, с вывертами, как угодно. Режет вообще просто обалденно. Дальше. Что есть в этом ноже? Идут открывалки для бутылок, которые фиксируются, ну, все знают, в таком положении, для силового, там, какого-то откручивания. Используем вот эти отвертки. Дальше. Ну, здесь такой инструмент, как всегда, комбинированный. Электрины все молодцы. Используют по максимуму все пространство. Здесь якобы гнулка для проволоки. Не знаю, как это все делается, но, видимо, потом как-то к этому приду. С помощью нее же, можно, говорят, обдирать изоляцию из проводов. Отвертка на конце. Здесь открывалка для бутылок. Все с приятными щелчками работает. Просто, блин, обалденно. Консервный нож на конце, на торце. Также отвертка. PH2, саморезик сюда подходит. Попробовал уже. И самое интересное, что есть в этом ноже, и зачем мне понравилось. Почему я взял не двухрядник, типа Тинкера, а взял именно трехрядник. Это вот почему. Это обалденная, длиннющая, виксовская пила. Она, как пес, какая острая. Я ей пилил сосновую деревяху. Блин, грызет ее просто супер. Просто обалденный. Причем пила, посмотрите, размер ножа и размер пилы. Она просто идет от начала и до конца. Для такого маленького ножа, это просто здоровенный инструмент. Дальше, на тыльной стороне у нас есть обалденная отвертка. Просто супер вообще. Мне по работе приходится порой регулировать петли. То есть, эта отвертка подходит просто обалденно. Продолжим. Дальше, на тыльной стороне ножа имеется у нас еще такой тоже стандартный инструмент для фирмы Гитарина, стандартный. Это шило с разверткой. Здесь имеется острая грань, здесь имеется отверстие. То есть, можно проковырять отверстие, развернуть его как надо. Плюс еще можно что-то там с чем-то шить. Ну, не знаю, для меня, в принципе, шило не актуально. Это такая достаточная вещь. Вот. То есть, гораздо более актуально для меня это отвертка. Вот. Самого распространенного формата PH2. Вот. То есть, нож. В нем я нашел все, что нужно. Это его размер. То есть, его можно спокойно носить в джинсах в маленьком кармане. В так называемом пятом кармане. Вот. Есть темляк, чтобы можно было прикинуть его на ремень, чтобы не потерять. Вот. Здесь есть набор инструментов, которыми нужен. Это, то есть, что-то большое порезать. Типа, вдруг там пищевые продукты какие-то. Есть одно лезвие. Вскрыть какую-нибудь там на складе хиромантию. Есть второе лезвие маленькое, которое прекрасно поверит коробочки. И можно, как бы, вспарывать большую коробку, не опасаясь повредить содержимое ее. Дальше есть отвертка, которая может что-то поддечь, подковырнуть. Отвертка очень толстая. Вот с торца, посмотрите. Отвертка реально мощная. То есть, я, честно, не ожидал от такого маленького ножа таких мощных инструментов. Вот. Консервный нож. Говорят, что он просто обалденно все делает. Но я не проверял. Не знаю. Надо будет попробовать. И, конечно, вот это просто меня взбодрило. Вот это пила. Из-за чего я и взял трехрядник, собственно. Вот. Это просто обалденная штука. По работе мне порой приходится пользоваться такими небольшими пилами. В ДСПхе вырезать отверстие. Вот. Дальше. Имеется пинцетик. Пинцет. Казалось бы, такой маленький, жибленький. Но я пробовал им выдрать волоски. Выдираются. Вот. Не знаю, там для чего еще можно использовать. Какие-то мелочи брать. Клеща вытащить в лесу. Но в лес я как бы этот ножик не планирую брать. Для леса у меня есть самодельный свой нож. Дальше. Зубочистка. Вот. Или там чистилка или ножа. Не знаю, как и где пишут. В принципе, тоже для меня не очень актуальный инструмент. Но есть и есть. И если он есть, это хорошо. Вот такой ножичек. Так. Да. Ссылку на сад, где я его приобрел, сделаю в описании к видео. А может не сделаю. Не знаю, если найду. Не заморачивался, не сохранял ее. Дальше. Нож. Могу сказать цену встал мне в 960 рублей. Вот. За пересылку с меня ничего не взяли. Живой в Нижегородской области. В Нижнем Новгороде. Есть пункты выдачи, куда их привозят. И не платишь ни за самовывоз, ни заставку рера, ни за что. Вот. То есть, мне родственница его забрала и привезла ко мне в мой родной город. Вот. Вот. Данный ножичек, возможно, бы я так облизывался бы вокруг этих виксов, лазил бы по их сайтам и ничего не купил. Но он приурочился к моему дню рождения. Поэтому этот подарочек, который я очень долго выбирал, как сейчас это принято называть, моя хотелка, вот я его приобрел. Нож меня полностью устраивает. И, блин, не ругался никогда своих видеоматом, но, блядь, качество просто обалденное. Вот. Его просто приятно держать в руках. Мять, крутить, открывать, закрывать. То есть, качество просто потрясающее. Вот. Этот нож теперь займет место моего старенького советского солдишка, которым я деребанил коробочки вот этим лезвицем. Вот. И порой что-то крутил вот этой отверткой. Теперь этот ветеран идет на заслуженный отдых. Его сменяет молодой, новенький, швейцарский, армейский ножичек. В принципе, все. Спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...